всем привет привет сегодняшнем видео мы с вами будем вязать вот такие кораблики из которых можно сделать гирлянду если вам интересно если вы хотите такой связать то пожалуйста оставайтесь готовьте пряжу крючки и мы с вами начнем но для начала хочу вас попросить подписаться на мой канал и оставить мне лайк как говорится вам не сложно мне очень приятно ну что ж приступим с вами к работе для работы нам потребуется пряжи двух цветов крючок я буду вязать крючком номер 2 ножницы и иголка с большим ушком для того что потом кончики прятать начинаем работу из пряжи делаем кольцо и в это кольцо провязываем 6 столбиков делаем петлю и вяжем 1 2 3 4 5 6 провязали затягиваем и теперь переходим к вязанию второго ряда во втором ряду удваиваем все петли столбики предыдущего ряда провязываем по два столбика 1 2 следующий столбик опять два столбика концу ряда у нас должно получиться 12 столбиков готова переходим к вывязыванию третьего ряда в третьем ряду в первый столбик провязываем 1 одну петлю следующий столбик провязываем 2 затем один столбик следующую петлю удваиваем и так продолжаем до конца ряда и в этом ряду у нас должно получиться 18 столбиков чередуем 1 столбик двойной 1 столбик двойной третий ряд готов сейчас для наглядности я возьму контрастную нить буду ее прокладывать начале ряда чтобы было видно где ряд начинается где заканчивается четвертый ряд вяжем 1 столбик 1 столбик двойной 1 столбик 1 двойной и так вяжем до конца ряда концу ряда должно получиться 24 столбика четвертый ряд готов пятый ряд с пятого ряда у нас меняется наша схема теперь мы уже будем делать прибавки по-другому сейчас все расскажу отмечаю начало ряда и провязываю 11 одинарных столбиков провязала 11 и вижу двойной столбик и опять вижу 11 11 и двойной столбик концу ряда у нас уже должно быть двадцать шесть столбиков в ряду и все последующие ряды вяжем по такой схеме прибавки с одной стороны прибавка с другой стороны прибавка между ними будут увеличиваться ряды на один вернее не ряды а столбики столбики будут увеличиваться на 1 то есть мы сначала провязали 11 столбиков одинарных и шестом ряду мы уже вяжем 12 столбиков между прибавками 12 провязали делаем прибавку опять вяжем 12 прибавка каждый ряд нас увеличивается на 2 столбика в этом ряду уже 28 и по такому принципу вяжем все остальные ряды дальше вяжем самостоятельно и схему прибавок оставлю на экране въеземец по в в 12 рядов провязано переходим к увязыванию 13 13 ряд вяжется без прибавок 40 столбиков без накида просто по кругу провязали теперь вот эту нитку можно уже убрать и сейчас будем формировать лодочку сложили пополам и сейчас будем провязывать объединять их крючок вставляем в первую петлю на одной стороне и на другой стороне протягиваем рабочую нить вытянули и провязываем столбик следующую петлю на одной стороне и на другой вытянули рабочую нить провязали столбик в третий столбик третью петлю опять же ставили крючок в первую во вторую на одной стороне на другой стороне вытянули рабочую нить провязали столбик и так соединяем половину детали пока что и на этом этапе мы сейчас добавим наполнитель его надо нам совсем немножко немножко после этого закрываем деталь до конца соединили нить обрезаем оставляем вот этот тут кончик сантиметров 40 он нам еще пригодится берем иглу и нить нам нужно будет продеть до середины все эту деталь откладываем пока что в сторону теперь будем с вами вязать парус опять из пряжи делаем кольцо и в кольцо провязываем 4 столбика без накида раз-два-три-четыре затягиваем первый ряд готов во втором ряду удваиваем все петли и должно получиться 8 столбиков в ряду так раз-два три 4 5 6 7 8 все удвоили второй ряд провязали третий ряд вяжем по схеме одинарная петля двойная одинарная и концу ряда у нас должно получиться 12 столбиков 5 10 10 11 опять возьму контрастную нить чтобы отмечать начало ряда чтобы не сбиваться четвертый ряд вяжем 2 одинарные двойное опять 2 одинарных двойное концу ряда должно получиться 16 столбиков в пятом ряду у нас будет меняться схема вязание также как и на лодке по такому же принципу мы будем вязать и парус только количество петель другое провязываем 7 одинарных столбиков провязали 7 делаем прибавку и опять вяжем 7 провязали прибавка шестой ряд вяжем 8 столбиков прибавка 8 столбиков прибавка и в конце пятого ряда у нас получилось 18 столбиков в конце шестого ряда должно быть 20 то есть здесь также будет увеличиваться каждый ряд на два столбика и вяжем самостоятельно схемы прибавок я укажу на экране петель другое Субтитры подогнал «Симон» Провязано 13 рядов между прибавками по 15 столбиков и переходим к вывязыванию последнего ряда, 14 ряд, и в нем вяжем 34 столбика без прибавок. Теперь нитку вот эту убираем, и так же, как и лодку, по такому же принципу мы будем и закрывать наш парус. Складываем деталь пополам, продеваем крючок в столбик с одной стороны, с другой стороны захватываем нить и провязываем столбик без накида. В парус уже наполнитель добавлять не нужно, поэтому сразу закрываем всю деталь. Деталь готова. Обрезаем нить и прячем кончик. И переходим к сборке. Здесь продеваем крючок в середину, вытягиваем рабочую нить и провязываем воздушную петлю. Провязали. Теперь берем парус и находим середину на парусе. Вставляем середину на парусе. И провязываем соединительный столбик. Все, соединили. Вытаскиваем рабочую нить. И переходим к оформлению. Субтитры создавал DimaTorzok Лодочка готова. И теперь с вами перейдем к вывязыванию гирлянды самой уже. То, что будет объединять наши кораблики. Здесь все очень просто. Вяжем цепочку из воздушных петель. Провязали 15 петель. И теперь вставляем крючок в первую петлю. И провязываем соединительный столбик. Это мы с вами сделали петельку, на которую потом можно будет повесить нашу гирлянду. На крючок, на гвоздик или еще куда-то. И продолжаем дальше вязать цепочку. Я провязала 70 петель. Теперь берем наш первый кораблик. Продеваем верхушку. И провязываем соединительную петлю. Все, готово. Первый кораблик у нас на цепочке. Вяжем дальше. Провязала 30 петель. Беру следующий кораблик. И опять продеваю крючок в кораблик. И так же соединительный столбик. И по такому же принципу объединяем все остальные кораблики. Когда объединили все кораблики, то и с другой стороны повторяем зеркально, как и в начале. У меня это было цепочкой 70 воздушных петель. И потом вот эта петелька из 15. И на этом всю нитку обрезаем, закрепляем, кончики все прячем. Все, гирлянда на этом готова. Из таких вот классных, милых корабликов. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, задавайте в комментарии. Подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно вяжите. Под видео в описании я оставлю ссылку на свою группу, куда можно скинуть готовые работы. И я их обязательно размещу. Все, всем пока-пока. Всего вам замечательного. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok